Как поразительно красива Уникальный драгоценный дар, так, чтобы никто не остался обделен. Нет нации на этой земле, в которой не было бы духовно прекрасных людей, наделенных глубокой верой, преданностью, жертвенностью и отзывчивостью. Есть на нашей родной земле удивительная страна Грузия, избранная Пресвятой Богородицей, первый удел Божьей Матери. Вся история Грузии, начиная с ее царей, цариц, духовных лиц и простых людей, это глубокая преданность Христу. Сколько в грузинской церкви святых царей и цариц, которые предпочли роскоши и довольству жизни, долгое, а иногда и пожизненное мученичество и смерть за Христа и народ. Сколько монахов обогрели своей святой кровью землю, сколько простых горожан предпочли мученический венец, предательству и отречению от Христа Спасителя. Небесная церковь полна грузинскими святыми. Многие из них изображены на иконе «Слава грузинской православной церкви». И чем больше читаешь и изучаешь историю Грузии и узнаешь ее истинное лицо, тем больше понимаешь, откуда и за что дано ей столько любви и благословения от Господа. Все это за жертвенность и преданность Богу. Редким проявлением жертвенности и любви к Богу и ближнему являлся архимандрит Гавриил Ургибадзе. Человек, наполненный любовью. Всю свою жизнь втайне от людей он творил добро и чудеса, старался скрыть свою мудрость и путем юродства уничижал себя перед людьми. Однако окружающие ощущали обилие Божьей благодати в нем и приходили к нему за молитвой и советом. Юродивый старец стоял непоколебимо на вершине любви, поэтому грузинский народ назвал его священной любовью и чудом 20 века. Очень часто люди верующие и неверующие задаются вопросом, что такое счастье? То, что сегодня происходит в Грузии, это и есть счастье. Сегодня сияет солнце над нашей страной. Это и есть пришествие Святого Духа, наше преображение. Это именно тот случай, то состояние, когда добро царствует, когда зло изгоняется. Это прощение, взаимная любовь. Все это привнес в нашу жизнь старец Гавриил. Мы возносим благодарность Господу и отцу Гавриилу за огромное благо. Это знак спасения нашего народа, залог нашего счастливого будущего. Сегодня всю Грузию благословляет старец Гавриил. Отец Гавриил, в миру Ургебадзе Годердзе Васильевич, родился 26 августа 1929 года в Тбилиси, на улице Тетрицкоройской, номер 11. Ему не было еще двух лет, когда его отца, который был должностным лицом, вывели из дома и убили на соседней улице. После этого маленького Годердзе назвали отцовским именем Васико. Как-то он стал свидетелем громкого, шумного разговора между соседками. Одна кричала другой, «Не распинай меня, как Христа на кресте!» Он с удивлением спросил, «А за что распяли Христа?» Никто не смог ответить мальчику. Посоветовали пойти в церковь, которая, к сожалению, была закрыта. Сторож тайно открыл церковь. Показал маленькому Васико распятие, а он с большим благоговением преклонился перед животворящим крестом. После сторож посоветовал мальчику прочитать историю Христа. Он стал собирать деньги и с Божьей помощью приобрел Евангелие и изучил Священное Писание. Он то, что происходило в церкви, он старался все это воспроизвести потом в домашних условиях, во дворе. Он не понимал, что там происходит, почему люди молятся, почему бьют колокола, почему вот крестные ходы. Но он вот все старался все это воспроизвести дома. Брал палку, привязывал тряпочку, и то же самое делал у себя дома вот так, этой тряпочкой, но не мог понять. Он сам не мог, я думаю, понять, что происходит. И когда он маленький строил церкви во дворе, мою куклу, тогда были только тряпичные куклы. Эту тряпичную куклу положат туда, ну якобы в церковь домик построят, и он считал, что это вот иконочка там лежит. Он не мог понять, но он неосознанно с одной стороны все это делал, но потом это, постепенно вырастая, видимо, это пошло, это уже в духовное возрастание его. С таким поведением мальчика в семье не могли смириться. Мать Гавриила, Варвара, умоляла своего сына жить обычной жизнью, как все его ровесники, на что маленький Васеко отказывается наотрез, строит из глины келью и начинает вести подвижнический образ жизни. Да, мой отец, он пожилой тогда был, и он, смотря на все это, он, знаете, он плакал, как маленький ребенок. Он думал, что этот ребенок больной. Никто не мог понять его. Мать Гадердзе сожгла Евангелие, после чего Гавриил принимает решение уйти из дома. Мы все понимали, что он был необычным ребенком. Он часто говорил мне, «Вот, Эмма, сейчас Христос стоял рядом со мной, а я думала и удивлялась. Неужто он правда видит Христа?» С ранних лет маленький Гадердзе начинает посещать монастыри Святой Цовели, Бетания, Марткопи, Зедозени, Самтавро. Старец Гавриил очень любил монастырь Самтавро и часто молил Богородицу даровать ему обитель на этом святом месте, прежде чем он покинет земную жизнь. Молитвы были услышаны последние годы своей жизни. Старец Гавриил провел в монастыре Самтавро. Жил и проповедовал батюшка в старинной башне монастыря. А благословение он получил, по его же словам, от Пресвятой Богородицы и двух патриархов. С детства посвятивший свою жизнь служению Богу, отец Гавриил 25 декабря 1954 года окончательно решил связать себя с церковью. Постригом принял в 1955 году в монастыре Моцамета имени святых великомучеников Давида и Константина. Осознанно мы увидели вот это желание в нем после того, как он приехал из Ании. Он помолился святителю Николаю и попросил о заступничестве. Ну как же мне, святителю Николаю, как мне хочется каждый день посещать твою церковь. И вот такая благодать на него пришла. Он пришел, и вот во время строевой службы его вызвали в Орге Бадзе. Шаг вперед! И назначили почтальону. И вот такая вот мечта его тут же осуществилась. И он каждый день стал ходить в церковь. И тогда, я как помню, три года было военной службы. Вы представляете, три года, и каждый день церковь, и каждый день изучения того материала, которое хранилось в церкви. Вот он оттуда пришел уже подготовленным священнослужителем. От служив в армии и вернувшись домой, отец Гавриил совершил нечто совершенно невообразимое для 1950-х годов. Он собственноручно построил во дворе своего дома храм. Мне посчастливилось встретиться с преподобным Габриэлем. Это был человек совершенно особых духовных дарований. Он излучал любовь и всегда говорил о том, что любовь выше всяких канонов, а что человек в последние времена будет спасаться любовью, добротой и смирением. Его дом или домовый храм представлял собой очень необычное зрелище. В этом доме хранились всевозможные предметы церковной утвари, и лампады, и кресты, и подсвечники, и на престольные Евангелия, чего там только не было. Даже репродукции с икон, вырезанные из советских журналов и заведенные в рамки. Все это бережно собирал отец Габриэль, в том числе он собирал утварь из тех храмов, которые тогда закрывались в Грузии, и хранил в своем доме. Этот дом и сейчас сохранился. Там проживают родственники отца Габриэля. Он начал эту церковь строить, строил ее постепенно, постепенно, и в итоге вот дошел до тех размеров, как она выглядит сегодня. Весь материал шел из свалки. Брал еще шляпу, одевал какую-то страшную шляпу, страшный плач, потому что он все же шел на свалку. И вот в этом виде он ходил туда, и мне говорили часто соседи, «Вы знаете, ты знаешь, черно, мы опять его видели сегодня на свалке». Но я им ничего не отвечала, я уже стала понимать, почему он ходит на эту свалку. Представители власти неоднократно угрожали отцу Гавриилу сравнять с землей его церквушку. Были случаи, когда приходили люди, разрушали часть церкви, а на следующий день скрыто предлагали деньги на восстановление ими же разрушенной части. Однажды пришли к нему блюстители порядка. Отец Гавриил, не дав им возможность вымолвить слово, сказал, «Я не разрушу, а если вы сможете, попробуйте». Побоявшись Бога, они ушли, но прислали рабочих. Отец Гавриил предупредил их, приказывающих грешен больше исполняющего, и эти, испугавшись, ушли. Так Божий страх спас его церковь от разрушения. Он выходил в Великий Четверг или Великую Пятницу и говорил, «Христос несет крест по Голгофе, не покидайте Христа, не покидайте Пресвятую Богородицу, она мать, убивают ее сына». И все после таких слов думали, что они своими собственными глазами видели распятие Иисуса Христа. В 1965 году, 1 мая, в день торжественного празднования солидарности трудящихся, произошло событие, которое потрясло всю страну. Отец Гавриил облил керосином и поджег 12-метровый портрет Ленина, водруженный на здании Совета Министров. Пламя, охватившее портрет, сопровождалось треском взрывавшихся вокруг него ламп, напоминающих пулеметную очередь. Он был арестован за антисоветскую пропаганду. После поджога портрета Ленина старца Гавриила избила толпа. Полуживым его доставили в изолятор КГБ. В тот же день о случившемся узнали и в Москве. Власти требовали расстрелять мятежника без суда и следствия. Неизбежен был расстрел в течение 24 часов. Пытком его заставляли признать, что свой поступок он совершил по заданию церкви. Но батюшка Гавриил был настолько силен и тверд, что и на допросе он Ленина называл сатаной. Старец Гавриил часто рассказывал, как он совершил поджог портрета Ленина. Но все это он рассказывал с таким юмором, что мы смеялись и не чувствовали, сколько пыток он перенес после этого. Он совершил не только поджог, но после того, как он спалил портрет, он встал на трибуну и начал проповедовать христианство. Когда мне сказали, что кто-то сжег, я поразилась, кто посмел бы это сделать. А имя говорит, так, отец, это наш брат, у нас какой-то стерк. Мы пришли в ужас. Ведь невозможно было сжечь портрет Ленина и не получить пулу в лоб. А вот Господь его сохранил. Сохранил еще на долгие годы, видимо, для того, чтобы он свет принес, буржий свет принес был в Грузию. Так отец Гавриил вспоминает факт ареста. Набросились на меня солдаты и утащили, как Христа ведут. Поднимаюсь по лестнице и понимаю, что дом правительства горит. Тревога, пожарные команды приехали, обливали водой портрет Ленина со всех сторон. Вы представляете, что там творилось? Всякие ЦК и ТК. Они все задавали вопросы. А я думаю, Господи, помилуй меня. Я молился по-своему. Господи, ты же везде, помилуй меня. Сижу с крестом на груди, а они кричат, ты знаешь, что ты натворил, не избежать тебе расстрела. Я встал, перекрестился и сказал, велик ты, Господи, и чудны дела Твои. Разум человеческий не может постигнуть чудес Твоих. Этим он показал, что идолопоклонство – это недопустимая вещь на земле. Надо любить Бога, а не Ленина. Слава не Ленину, а слава тебе, Боже. Отца Гавриила безжалостно били, была сломана челюсть, нанесено 13 увечий. Его морили голодом, не давали воды, сажали в карцер. Дабы заранее запугать обвиняемых, следователи прибегали к подобным ухищениям. За 15-20 минут до начала допроса им зачитывали заранее подготовленный текст подробным описанием тех истязаний, которые им пришлось бы испытать. Порой ожидание продолжалось больше часа. Точно так же произошло и в случае с отцом Гавриилом. Его вывели из камеры. Должностное лицо позвонило следователю и спросило, заводить его или нет. И тут-то началось то, чего никто не ожидал. Вместо обычного, строгого ответа следователя послышался его глухой шепот. Я сам выйду и все выясню. И это тогда, когда в других случаях бойцы спецотряда насильно заводили, обвиняя их в кабинет. Следователь вышел. С огромным почтением он обратился к отцу Гавриилу. На «Вы». Спросил он, кто вы? Отец Гавриил, как обычно, начал. Я пыль, ничтожество. И затем он начал рассказывать свою биографию. Через какое-то время следователь прервал его, задав тот же вопрос, несколько переиначив его. Кто вы для Господа Бога? Затем он продолжил. «Пока вы ждали, ко мне заходила женщина в старинной одежде и сказала, ради Господа Бога стоит освободить того человека, который ждет вас в коридоре. В противном случае ни вам, ни вашей семье, ни вашим потомкам в нескольких поколениях не будет Божьей благодати». Но все спросили, какая женщина, пока мы сидели здесь, никто не уходил, не уходил из вашего кабинета. Следователь описал эту женщину, и отец Гавриил, с невероятным блеском в глазах сказал «Это была Пресвятая Богородица». Постановлением Верховного Суда Грузии отец Гавриил был направлен в психиатрическую больницу на экспертизу, где он пробыл до 12 октября 1965 года. Диагноз – психопатическая личность, склонная к психозным состояниям подобно шизофрении, бормочет невнятное низким голосом, верит в существование небесных сил, Бога, ангелов. Основная тема беседы – мир создан Божьей благодатью. В отделении держится обособленно, если кто вступает в беседу, непременно напоминает о Боге, ангелах, об иконах. Он рассказывал, «Ты знаешь, что происходило?» Они, говорит, в 12 часов ночи, когда уже никого не было в кабинетах, и они оставались одни, они, говорит, поднимали, просили, чтобы меня подняли наверх и задавали мне вопросы. Ну и, естественно, он там их начинял хорошо, Божьей благодатью, Божьими словами и направлял на путь истинный. В тюрьме он подавал пример заключенным, как они должны были себя вести. Вставал рано утром, не гнушался никакой работы. Этот обезот старец Гавриил вспоминает так. «Все смотрели на меня с удивлением, когда я из веника сделал крест и начал проповедовать о любви, о вере, о Иисусе Христе. Вскоре этому кресту все начали молиться». Главная заслуга старца Гавриила состоит в том, что он смог сохранить в те сложные и трудные времена православную веру в Грузии. В самые атеистические годы, когда солнце называли углем, а уголь солнцем, когда прославляли зло, а православие называли ложной религией, когда злоумышленники огнем и мечом боролись против истинной веры, именно тогда старец Гавриил служил Господу нашему Вседержителю и не тайно. Лишь один эпизод из его жизни недостаточен для подтверждения того, что он был неустрашимым, преданным, верным другом доброго пастыря, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа. Старец Гавриил предсказал, что митрополит Илья станет патриархом всеогрузии. О святейшем и блаженнейшем патриархе он говорил, «Наш патриарх носит два креста – народа и церкви. Кто его осуждает, тот горящие угли себе на голову кладет». Он был источником любви. После общения с ним верующим открывалась новая тропинка к Господу. Было невозможно прийти к отцу Гавриилу и не почувствовать облегчения, не получить надежду на то, что станет лучше. Я собственными глазами видел, как снимал отец Гавриил 200-ваттную лампочку и голыми руками прикасался к патрону. Я со страхом говорил ему, «Батюшка Гавриил, что вы делаете? Это же смертельно!» Он смотрел на меня с необыкновенно добрым взглядом и отвечал, «Что может сделать электричество, когда я уповаю на Господа Бога? Так возлюбить Бога и человека, так любить Родину мог только избранник Божий. Из десяти юродствующих, как правило, девять в прелести и лишь один от Бога. Этим одним и был старец Гавриил». Старец Гавриил имел собственный метод смирения. То кричал на сестер, то заставлял их попрошайничать. Многие считали его душевнобольным и пребывающим в прелести. Но вынести окончательный приговор всем мешали его глаза, полные любви и печали. Они полностью противоречили его наружному гневу. Игуменье Сантоврийского монастыря Кетеван вспоминает, каким странным путем старец Гавриил предсказал ей, что она станет Игуменьей. «Однажды отец Гавриил закрыл двери трапезной, задержав там монахиню. А мне велел принести таз и помыть всем руки. Я тогда была инокиней. Исполнив благословение, я подошла к нему, держа в руках таз с грязной водой. Старец посмотрел на меня испытующе и предложил выпить эту воду. Я с удивлением спросила, «До дна?» «Да, до дна», — произнес он по-русски. И времени не оставалось на раздумье, пришлось выпить. Он обнял меня, благословил и сказал, «Ты пригодишься, как Игуменье». Старец Гавриил говорил, когда мне в голову приходят плохие мысли, я осознаю, что эта голова заслуживает только мусорного ящика. Именно туда и ложился он часто, чтобы смирять самого себя. Он мог ходить неделями, босиком, зимой, останавливать уличные движения, просить милостыню, петь, плясать в любом месте, в любое время. Его отношение к людям тоже было индивидуальным и изменчивым. То мог сравнять с землей, то окрылял похвалой. Кого-то заставлял выпить вино до дна, кого-то ставил на колени и часами не позволял встать. Часто поведение старца выходило за рамки общепринятых норм. Много раз пыталась я проанализировать его действия, но они не поддавались логике. Дабы вести аскетическую жизнь, отец Гавриил часто ложился в эту яму, которую вырыл он сам и спал в ней, прямо на холодной земле. Нам было очень больно смотреть на то, как он сам себя истязает. И часто мы не понимали его поступков. В 1994 году, вот когда я пришла в монастырь, он сидел в углу и на меня смотрел, а я как бы не так уж думаю. Незнакомец, и отошла. А он рукой показывает, вы пойдете сюда, к нам. А я тогда не обратила внимания. А в дальнейшем, когда я уже стала монахиней, мне напомнила матушка, что вы помните, как он тебе предсказал, что ты станешь монахиней. Спасибо, Господи, что я хотя бы мигом увидела того удивительного человека, которого зовут Святой Гавриил. Однажды в монастыре шел постриг. Сошел старец Гавриил и заставил всех преклониться перед ним, даже епископа, который совершал благослужение. «Я здесь главнокомандующий, все преклонитесь передо мною», сказал старец. «Что вы мучите этих бедных людей? Следуйте за мной, матушки!» И те последовали за ним. Старец Гавриил сказал им, «Не думайте, что у вас по два крыла или по три крыла, никаких крыльев у вас нет. Скоро придет Святой Дух, и вы сами все его увидите». Все ожидали явления с небес. Через два часа пришел попрошайка и сказал им, «Накормите меня». Никто не обратил на него внимания. Старец Гавриил остановил его, дал денег, накормил и сказал монахиням, «Что ж, приходил Святой Дух, а вы его даже не заметили». После этого все монахини, все абсолютно начали по-другому относиться ко всем попрошайкам. Старец Гавриил был живым примером для всех. В разгар коммунистического времени старец Гавриил сидел в центре Тбилиси на проспекте Руставели и проповедовал любовь к Господу. В это время подъехала милиция и спрашивают его, «Что ты делаешь?» Он говорит, «Рассказываю людям о Боге». Но они за вмешательностью посадили его в мотоцикл и решили отвезти его в участок. Он воспользовался этим, встал в мотоцикле, поднял высоко крест и начал кромогласно рассказывать о Боге, о любви к Богу. Милиция была в шоке, они не знали, что им делать. Тогда они остановили мотоцикл и отпустили его. Голос у него был, это невозможно передать его голос, потому что вот его голосом он одним словом мог остановить любое явление, которое происходило. Вот, допустим, кто-то ругался, там была драка. Если бы он, у него, ну, невозможно было его голос передать. Он мог так сказать громко, внушительно, убедительно, и тут все это прекращалось. Старец Гавриил избегал человеческой похвалы. Не только среди мирян, но и среди священнослужителей не так часто можно встретить человека в тайне творящего добро и уничижающего себя перед людьми. Он еще при жизни не раз творил чудеса, но потом совершал поступки, умоляющие его в глазах других людей. Он нес тяжелый подвиг юродства. Кто такой юродивый Христа ради? Это человек, который не хочет земной похвалы, исцелит, а потом может обругать или еще что-нибудь сделать. Одна монахиня вспоминает, как однажды старца Гавриила пригласили отпевать усопшего. Когда он начал читать Евангелие, то поднялся воздух на 20 сантиметров. Все увидели это и ждали, когда он закончит, чтобы подойти к нему с особым дерзновением и благоговением. Сказав последнее слово «Аминь», он так начал их ругать, такими словами называть, что те совсем забыли, что на их глазах произошло чудо. Вспомнили лишь только после его смерти. Бывало, он вынесет кувшин с вином перед кельей, накроет полотенцем и делает вид, будто прячет его. Этим он создавал видимость, что вино – его слабость. Многие осуждали его, а на самом деле под этим поступком он скрывал свою святость. Дабы унизить самого себя, он часто притворялся, что был пьяным. Как стала ходить в церковь, я же стала что-то читать, я подумала, я все знаю, и я пришла ему и эту закладку сделала на эту страницу и говорю, «Васик, я хочу тебе что-то сказать». Ну, говорит, говори. Ну, я открыла Библию, говорю, «А вот здесь что написано?» «Что такие, такие, такие царства небесного». И он так на меня посмотрел, он так на меня посмотрел, я эту книгу запрыла и отложила, и в тот день, по-моему, я больше ни одного слова не произнесла. Он меня поразил своим взглядом. «Было лето. Мы с соседями сидели на скамейке и разговаривали. Старец Гавриил прошел мимо, поздоровался с нами и сказал, «Вам не жарко? А не хотите, я призову дождь?» Мы улыбнулись, думали, что он шутит. Прошло пять минут, и вы не поверите, дождь правда начался. Он смотрел на нас, смеялся и говорил, «Это я призвал дождь». Когда к старцу Гавриэлю из Тверицы приехали две женщины, они начали с ним беседовать, и старец Гавриэль пригласил их к себе в келью. Посидев немного в келье, они попросили разрешения закурить сигарету. Старец им, как ни в чем не бывало, разрешил. Они прикурили сигареты, продолжили беседу, и в это время услышали, что кто-то келью приближается, и попросил разрешения на вход в келью. Женщины растерялись, и тут же эти две сигареты всучили старцу Гавриэлю. Он сидит в одной руке, у него одна сигарета, в другой руке у него другая сигарета. Вошла матушка, когда она увидела старца Гавриэля с двумя сигаретами, она заикает, спрашивает ее, «Батюшка, вы что курите?» Он говорит, «Да, когда хочу с правой руки прикуриваю, когда хочу с левой руки прикуриваю». Матушка в замешательстве выбежала из кельи, тогда эти две женщины поняли, что произошло, и после этого случая они вообще перестали курить. Как-то раз я приехала в монастырь Самтавро встретиться с отцом Гавриэлом. Он был в своей келье и не выходил. Я подумала, если он ясновидящий, то уже должен знать, что я пришла, пусть сам выйдет ко мне. Как только я подумала это, из кельи выскочил старец Гавриэл с криком, «Кто тебе сказал, что я пророк? Ты не знаешь, какой я грешник?» Я опешила, и мне стало ясно, что он читает человеческие мысли. Как-то раз захожу в келью старца и вижу его поднятым в воздух на 50 сантиметров. Я безмолвно вышла и подумала, я не скажу ему об этом, было интересно, если сам скажет. На следующий день опять захожу в его келью и вижу, что он плачет горькими слезами и говорит, «Чадо мое, Господь мне сказал, что поднимет меня воздух на 50 сантиметров, и чем же я заслужил такую милость?» Главная черта отца Гавриила – его огромная любовь к Богу и ближнему. Зачастую она выражалась по своим юродством. Очень часто люди становились свидетелями того, как он заходил в пивной бар и начинал проповедовать о Христе. Он чувствовал, кому нужна была его помощь, и подходил именно к нему. Он знал, что этот человек пришел сюда, чтобы залить свое горе и отчаяния вином. Отец Гавриил всегда носил с собой горлышко от сломанного керамического кувшина. Он, когда он заходил в пивной бар, он артистично становился посередине, брал это горлышко, подносил глазу и внимательным взглядом обводил взглядом зал и находил того, кому нужна была его помощь. Он сходил к нему, он начинал с ним разговаривать, иногда в шутливой форме, иногда в суровой, а иногда он пел. Но каждый раз, когда он выходил оттуда, вокруг него собиралась толпа. Люди подходили под его богословение, целовали его, остановились на колени перед ним. Все они чувствовали, что перед ними находится необыкновенный человек. До прихода монахини Параскева в монастырь бывало старец Гавриил выйдет и шутя говорит, «Эх, постарел я, постарел, я уже почти как Робинзон Крузо, мне нужна одна пятница, пятница мне нужна». Ведь пятница на грузинском это Параскева. Не прошло несколько недель, и в монастырь пришла послушница Серафима, которую скоро постригли в мантию монахини с именем Параскева. Вот таким прозорливым он был. Отец Гавриил рассказывал нам о видении своем. Господь держал в руках глобус, на котором был изображен большой крест. Я спросил Бога, как спасутся люди перед вторым пришествием. Людей спасет доброта и любовь. Батюшка всех вокруг просил, проливая слезы, делайте добро, вашими добрыми делами спасетесь. В служении Богу и в любви к ближнему прожил старец Гавриил Богом дарованную жизнь. И 2 ноября 1995 года мирно отдал душу создателю. Монахини так были привязаны к своему родному батюшке, что и представить не могли, как перенести эту утрату. Но, как ни странно, у всех появилось какое-то особое праздничное настроение. Все чувствовали присутствие отца Гавриила. В 4 часа утра он позвал слабым голосом «Матушка, матушка, сестра, сестра». Я подошла. Слезы ручьем лились из его глаз. Я опустилась на колени. Он благословил меня, перекрестил Грузию на все стороны, с любовью обвел глазами келью и начал молиться, не отрывая глаз от иконы Николая Чудотворца. У меня было ощущение, будто келья наполнилась незримо ангелами. Отец Гавриил с трогательной улыбкой, оглядев всех, мирно отдал душу Господу. Для меня удивительным было то, что его смерть не оставила тяжести на душе. Ощущалась легкость и любовь, блаженство, не страх смерти, а радость Рождества и Воскресения. В день похорон, как завещал старец, тело его обернули холстом и бережно опустили в могилу. Ушел из мира сего полной Христовой любви и к ближнему юродивый, часто обличавший, но никогда не осуждавший многострадальный светильник грузинской земли. После смерти отца Гавриила на третий день приехала в Самтавро женщина, у которой месяц назад пропал единственный сын. Она не знала, что старец умер, но увидев, как она переживает, я посоветовала пойти к нему на могилу и молиться, поговорить с ним, как с живым, объяснив свою просьбу. Она так и поступила. Через три дня счастливая мать появилась снова и рассказала, что ее сын вернулся домой живой и невредимый. Это было первое чудо, происшедшее на могиле отца Гавриила. Я сначала не обратила на этот случай никакого внимания, но потом люди стали рассказывать и другие истории, и я стала их записывать. Потом их было очень много. Через некоторое время я поставила на его могилу большую неугасимую лампаду, чтобы люди могли помазываться и брать масло. Так и повелось с тех пор. Люди, приходящие в монастырь за помощью и утешением, говорили, что после посещения могилы старца Гавриила все беды и искушения быстро отступали. История, которую вы услышите, произошла с солисткой ансамбля Сухишвиля би Теей Дарча. Она ждала четвертого ребенка, когда анализы показали, что ребенок родится с синдромом Дауна. Врачи советовали сделать аборт, на что Тея отказалась наотрез. Я пошла к своему духовному наставнику, и он очень спокойно сказал мне, ничего, Тея, будем молиться, причащайся почаще, и все будет очень хорошо. Я тоже успокоилась и полностью понадеялась на Господа Бога. Я поехала на могилу старца Гавриила, преклонилась и дала слово старцу, что если у меня родится сын, то в честь его назову ребенка Гавриилом. Как-то на могилу пришли люди, у которых была с собой мантия старца Гавриила, которую сам старец подарил им при жизни. Они облачили меня в нее. Я почувствовала, что на меня снизошла огромная благодать. На протяжении всего периода беременности я не теряла надежды и молила старцу, чтобы все было хорошо. Прошло девять месяцев и у меня родился сыночек, совершенно здоровый, маленький Гавриил. Вот такое чудо сотворил с нами наш любимый старец Гавриил. Я хочу обратиться к женщинам, к матерям, которые окажутся в аналогичной ситуации. Веруйте в Бога, молитесь и ни в коем случае не делайте аборт. Вы знаете, веру в Бога имели всегда, но она укрепилась после того, как оказались в беде. У моей дочери Анастасии появилось онкологическое заболевание, которое врачи собирались оперировать. Мы отказались от операции и обратились за помощью к старцу Гавриилу. Регулярно возили ребенка на могилу старца, причащали, водили в церковь. И через определенное время от болезни не осталось и следа. Врачи не могли объяснить этого с медицинской точки зрения, но мы знали, кто сотворил это чудо. Наш любимый старец Гавриил, который помог не только нам, нашей семье, но помогает всем, кто с верой и надеждой обращается к нему за помощью. Вы увидите, придет время, и на вскрытие могилы Гавриила соберется половина Грузии. Это пророчество, сказанное отцом Гавриилом в шутливой форме, свершилось, оправдалось. Святые мощи преподобного старца, исповедника и юродивого Гавриила, погребенные в женском монастыре Сан-Тавро, вскрыли ночью 22 февраля 2014 года. На вскрытии могилы старца Гавриила присутствовало поистине огромное количество людей. Здесь же были все монахини монастыря Сан-Тавро и своему любимому батюшке Мама Габриэле, как при его жизни, пели и Авнану грузинскую колыбельную. Православные со всей Грузии собрались у могилы за несколько дней до обретения мощи юродивого отца Гавриила. Прибыла паства и из многих других стран. На протяжении нескольких дней прихожане с великим благоговением терпеливо ожидали приближения к святым мощам старца. В тот же день святые мощи крестным ходом были перенесены в собор святой Цховели, о котором старец говорил «После Царствия Небесного самое благодатное на земле место святой Цховели». Позднее при большом стечении народа святые мощи юродивого были перенесены в кафедральный собор Пресвятой Троице. Присутствие отца Гавриила ощущалось всеми православными. Люди чувствовали, что где-то рядом стоял их любимый старец, радовался и молился за всех скорбящих, верующих, пришедших к нему ради благословения. Естественно, неудивительно и это чувство, ведь старец Гавриил завещал «Я ухожу, но незримо всегда буду рядом, никогда вас не покину». Удивительная жизнь преподобного Гавриила, его наставления поучения собраны в книге Диадема старца, которую написала монахиня «Ефимия». По благословению Владыки Михаила Габришица и доставницы Женского монастыря Санта-Бро и Гумении Гедеван Кобаняне я написала книгу Диадема старца, которая издается с начала 21 века. Кроме биографических сведений и воспоминаний о старце Гаврииле, в книге содержатся чудотворные истории исцелений, а также пророчества, переданные нам его учениками и духовными чадами. Диадема старца это те человеческие души, которых старец Гавриил наставлял и по сей день наставляет на истинный путь к Господу Вседержителю. Старец обладал безграничным даром любви, поэтому приходили к нему люди разных исповеданий, верующие, неверующие, которые, попадая под его благодатное влияние, полностью изменяли свой образ жизни, приближаясь к Богу, воцерковлялись, укреплялись в вере. С особой теплотой и вниманием он относился к страждущим и пострадавшим, мог часами их слушать и утешать. Каждого униженного и оскорбленного приходящего к нему старец не оставлял без утешения, невзирая на их взгляды и национальность. В награду за беспредельную верность Господь и после смерти старца оставил ему дарованную при жизни целительную силу. На его могиле, а теперь уже у его святых мощей, происходят чудотворные исцеления. Люди исцеляются от таких болезней, перед которыми медицина бессильна. В 7-летнем возрасте у маленькой Нануки при морфологическом исследовании была обнаружена злокачественная опухоль. Такой диагноз ребенка, естественно, всю семью привел в ужас. Маленькую Нануку положили в онкологическую больницу, сделали операцию, назначили курс химиотерапии. Однако лечение не принесло ожидаемых результатов. Врачи назначили повторный курс химиотерапии. Это был тот период, когда святые мощи старца Гавриила были перенесены в Троицкий собор. Мы с большим благоговением поехали туда поклониться святым мощам. Нанука помолилась ураке и попросила у старца лишь об одном, чтобы второй курс химиотерапии она смогла перенести легче. Сняли вновь томографию. Через несколько минут заходит доктор в кабинет и с удивлением и с радостью говорит, знаете, нет ни одного метастаза, все чисто. В историю болезни я записываю, что ребенок совершенно здоров. Хочу сказать всем матерям, у которых такая же ситуация, чудеса правда происходят. Главное, не переставайте надеяться и уповать на Господа Бога. Несколько лет назад мне подарили икону отца Гаврилу и в паломнической поездке, когда мы возвращались из того, у нас случилась авария, лобовое столкновение, в нас влетела Лада Калина. И когда мы с батюшкой вышли из автобуса, батюшка прикоснулся к водителю и понял, что он уже холодный. И я очень сильно испугалась, а батюшка мне говорит, возвращайся в автобус, сиди и молись. Как человек не воцерквленный, я не понимала, что такое молиться, но я схватила икону отца Гаврилы и начала звать его на помощь. Через какое-то время полицейские заходят к нам в автобус и говорят, вы знаете, вы походу дело верующие. Мы говорим, да, мы в паломнической поездке, вот с батюшкой ездили по святым местам. Он говорит, ну вот сегодняшней ночи, видимо, мы точно тоже начнем верить в Господа. И показывают нам на планшете траекторию аварии. Пустая дорога, наш автобус и этот автомобиль. А рядом с нами сваи битые. И говорят, если бы не вы, эта машина на всей скорости влетела бы в сваи. Там было бы четыре трупа мгновенно просто. Никто бы их не спас. Но ваш автобус просто их остановил. Они влетели в вас и благодаря этому они спаслись. Через какое-то время мы узнали, что всех четверых отвезли в больницу и этого, как нам показалось уже мертвого водителя, он практически воскрес. Его собрали по частичкам и все четверо живы и все ходят. После того, как он спас меня, были спасены люди в этой аварии. Мы с моим духовным отцом, отцом Алексеем Вяткиным приняли решение, что мы в его честь построим храм. После того, как Ксению Петербургскую мы достроим, у нас будет строиться обитель в честь Ксении Петербургской и отца Гаврилу Ургибаца. Такая дружба русского и грузинского народа. Вот такой у нас план. После вскрытия могилы старца Гавриила, когда его святые мощи были перенесены в Кафедральный собор Пресвятой Троицы в Тбилиси, я служил панамарем и становился очевидцем многих чудес, которые еще более укрепили меня в вере. Была ночь, и мое внимание привело к молодой человек, лет 25, которому помогали добраться до раки. Он приложился к иконе и к раке старца Гавриила и произнес «Слава Тебе, Господи, слава Тебе, мой любимый старец Гавриил». Когда он произнес эти слова, женщина, которая помогала ему добраться до раки, упала в обморок. Мы же, естественно, по намори все подбежали, батюшка окропил их святой водой, и когда мы спросили, в чем причина всего этого, эта женщина пришла в себя и произнесла фразу «Он мой сын» и не разговаривал уже 9 лет. Оказывается, молодой человек, который приложился к иконе и к раке старца Гавриила, впервые за 9 лет заговорил у раки, восхваляя Господа нашего Иисуса Христа и преподобного исповедника и Христа ради юродивого нашего любимого старца Гавриила. Это было, правда, здорово. Это именно тот случай и то состояние, когда чувствуешь, что старец Гавриил находится невидимо рядом с нами. Ведь он и вправду завещал «Я ухожу, но незримо всегда буду рядом с вами, никогда вас не покину». Завещание старца Гавриила «Слава Богу Христу!» От святейшего и блаженнейшего католикоса-патриарха всеогрузии Ильи Второго испрашиваю благословения и прощения. Всему священническому и монашескому чину оставляю благословение и прощение и примирение. Бог есть любовь. Хоть я много старался, но достичь любви к Богу и к ближнему по заповеди Божией я не смог. В любви заключается взыскание Царствия Небесного в этом виденном мире и унаследование вечной жизни. Похороните меня без гроба в мантии. Будьте добрыми и смиренными. Во смирении нашем помянул нас Господь. Бог смиренным воздаст благодать. Перед каждым человеком будьте со смирением, добротой и любовью. Любовь к православному миру и ко всякому человеку, любовь ко всем я уношу с собой. Цель всей нашей жизни и всего этого видимого мира заключается в приближении к Всевышнему Богу, в обретении Царства Небесного и унаследования вечной жизни. Всего этого и желаю всем вам и с благословением своим оставляю вас, чтоб никто не терял великую милость Божью и удостоились Царствия Небесного. Нет человека, который жил бы и не согрешил. Один я, великий грешник, недостойный, немощный. Со всей своей любовью прошу вас, проходя мимо моей могилы, и спросите прощения мне грешного. Прахом был я, прах и возвратился. Истина в бессмертии души. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok